Всем привет! Возвращаемся в прямой эфир. У нас Astor eHome. Еще одна попытка двух этих команд пробраться на мажор по легкому пути, по пути этих квалификаций. Напомню, что команда, которая выиграет прямо сейчас, она присоединится к коллективам Vich Gaming и коллективам Invictus Gaming и поедет на Major. Команда, которая проиграет, будет играть квалификации на Minor. Все очень просто, все очень понятно. В общем, две карты разделяют эти команды от поездки на довольно важные турниры в этом сезоне. Итак, eHome за команду Dyer стартует Radiant и Astor. Получили, ребята, небольшой перерыв. Ну, Astor, он был нужен в меньшей степени, они быстро достаточно от Vich Gaming отлетели, а eHome еще повоевали с IG, но повоевали неуспешно, судя по тому, что они здесь оказались. Параллельно играют Royal, Never Give Up и Nubi. Там, опять-таки, игра за выживание, игра за то, чтобы также присоединиться к коллективам и отправиться играть квалификации на Minor. Вот, собственно, у нас уже в квалах на Minor будут Сидеки, Look for Smile, победитель пары Nubi, Royal, Never Give Up и проигравший пары Yoho Master. Вот такой вот набор китайских команд будет у нас на квалификациях на Minor участвовать. Итак, давайте к первой карте переходить. Что мы видим? First Pick Alder Titan лечит Тускар от eHome, и Astor забирает себе Shadow Shaman. Ну, естественно, фаворитами этого его матча, этой встречи, должны являться Astor, я думаю, безоговорочно. Ну, лично для меня, не знаю, как там у букмекеров. Возможно, другого мнения. Ну, кстати, обе команды заняли первое место в своих группах, что интересно. Ну, и заняв первое место в группах, они проиграли тем командам, которые заняли второе место в группах. Теперь придется выяснять отношения между собой. Появляется пак третьим пиком. В очередной раз мы видим пака сегодня. Паки были, по-моему, в каждом матче. Так, и что Astor? Titan Shadow Shaman, тоже аккуратный распик, пятая-четвертая позиция. Ну, и теперь Корок нужно показать. Вариантов массы. Гирокоптер в пуле остался, и Void ныне популярный. Все еще есть Night Stalker. Гирокоптер появляется. Тем временем у нас активизировалась СНГ. Противостояние Virtus.prog Gambit сейчас также воюет за слоты на Major, тоже в формате BO3. Довольно интересная будет тоже встреча. Ну, так постепенно потом Европа тоже подтянется. Китай закроется, Юго-Восточная Азия тоже закроется. В общем, к логическому завершению эти квалификации у нас подходят. Ну, что касается Юго-Восточной Азии, там еще идет игра третья Reality Reef Signal Ultra. По-моему, она там уже заканчивается. Вроде как Reality Reef все-таки побеждают. Причем достаточно уверенно. Вот, поэтому Reality Reef, скорее всего, мы с вами увидим на Major. А Signal Ultra сегодня еще раз придется сыграть с командой TNC Predator. И это будет филиппинское дерби, где одна из филиппинских команд поедет на Major, а вторая будет играть квалификации на Minor. Да, и TNC в шаге того, чтобы на Major не поехать, конечно. Фантастика, но это именно так. А фнатики уже себе слот обеспечили. Так что Свен появляется на легкой Уэйхоум. Керри Свен. Керри Свен для Силара. Под паком. Свен стал относительно самостоятельным керри. В том плане, что теперь уже такого многочисленного контроля от тиммейтов не требуется. Соперника может убивать самостоятельно в лейте, если доберется до Аганима. Аганим сейчас приобретается. Хороший айтем для Свена. И там уже он переключается от одной цели к другую. К другой. Так, ну. Чем порадует Астер? Какой-то фронтлейн может будет необходим. Я вот рассматриваю вариант в виде Вайпера. Всегда был бэтрайдер неплохо против Свена, который ловил Глассо. А вот, например, бэтрайдер и появляется. Хороший распик, натежный, проверенный у Командастер. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так. Придумать бану сейчас будет сложно, Ихом, потому что у Астер есть возможность Геррокоптера в центр поставить, забрать еще одного керри. Или использовать Геррокоптер как керри и взять кого-то героя в мид. Но вообще против пака Геррокоптер может хорошо постоять в миде. В любом случае у Ихом будет закрывающий пик, и они уже подстроятся под драфт Астер. Очередь сил света запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. — Так. — А что еще у меня будет? — Так. — Спасибо. — Ок? — Сейчас мы здесь и не сможем поймать евро. — Дisu. — Так. — Спасибо. Рейзор забанили, минус Клокверк. Ну что Астр придумают? Герокоптер центр плюс керри? Или все-таки герокоптер легкая и герои в центр против пака? Но я все еще рассматриваю вариант с вайпером. Которого я предлагал. Поставить мид, надежно отстоит центр. В Свена плюется, кидает вайпер страйк, замедляет жестко. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Имеет повышенное сопротивление магическому урону. Коевого у команды E-Home очень много. Драгонайт, еще прочнее персонажа взяли в центр. Да, надежный крепкий пик. Такое тяжело будет пробить команде E-Home. На них еще есть возможность взять кого-то. Но вопрос, да, либо мы пака используем как оффлейн, берем в центр персонажа, либо пак-центр и берем все-таки оффлейнера. Хочется что-то, чтобы Лассо снимало. Есть ноутбол, конечно, как сейв от Ускара против Лассо. Хочется что-то еще. Но вот нет возможности взять Легионку. Абадон тоже недоступен, Омника тоже нет. По хорошим героям прошлись в банах Астер. Можно поставить пака в оффлейн взять отдых какого-нибудь. Что-то так вот сходу героя придумать сложно хорошего для E-Home. Может, Тинкер? Ловить его тут трудно. Очень трудно. Ну, есть бэтрайдер, конечно, который будет пытаться искать Тинкера. Но все равно сдача не из простых. Придумали Ликантропа. Интересно. В итоге Ликантроп Керри и оффлейн Свен. Вот так вот они решили поставить своих персонажей. Было парочку интересных Ликантропов. Успели мы поднаблюдать за эти квалификации в новом патче. Особенно мне понравился Ликантроп, который приобретал себе Дезолятор одним из первых артефактов. Сейчас Дезолятор очень хорошо сочетается с Хаулем от Ликантропа, переработанным в этом патче. Там, по-моему, дебафает по огромнейшей области во время Хауля на минус 8 армора соперника. Дезолятор дает минус 7, итого минус 15. Это очень круто выглядит. Ну, кстати, да. В целом, если нужна борьба против Драгонайта, у Драгонайта много армора, то вот Ликантроп один из тех, который может армор Драгонайта снизить, просто снизить. Другой вопрос, насколько сам Ликантроп как персонаж здесь будет актуален. Все еще никто не сбрасывает лассо. Ликана можно будет лассо ловить. Можно будет Элдер Титаном здорово восстанавливать Ликантропа и всех его суммонов. Стан по огромнейшей области. Герокоптер с флэка всех расстреливает, дает кулдаун. В общем, не такая простая игра у Ликантропа, как кажется. Вот именно новый Ликантроп шансы победить имеет. Но предпочтение мое будет командой Астер. Мне кажется, пик у них покрепче. Что такое? Я думаю, что в первом случае. Так, ну что там? Сигнал ультра-то проиграли уже? Отбиваются, но там, по-моему, все. Там, по-моему, уже все. Или там все с камбэком. Что-то там какая-то жесть происходит в этом матче. Должен у меня мой коллега освещать эту игру. Пожалуй, надо подрубить, посмотреть, что там. Очень важная игра, на самом деле. Пока перемещаемся на нашу карту. Пока загрузится все. Ставим паузу, баги какие-то. Стандартная тема. Есть время. Так. Так, 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 так. Ух ты. Я впервые за несколько дней посмотрел, сколько зрителей нас смотрит. Вас, оказывается, около трех тысяч. Всем привет, друзья. Рад видеть вашу трансляцию. Молодцы, что смотрите китайский матч. Буквально одно БО-3 осталось. Потом, конечно, будет чуть-чуть попроще. Опять-таки, азиатские квалификации закончатся. Можно будет спокойно наслаждаться матчами в Европе и в СНГ. В Европе тоже интересно. В СНГ забавные матчи тоже. Так, ну что. Фейт с Бобокой отправляются на топ. Снизу. Интересный позиции занимает Фейт Бьяны. Вай. Тускар и Пак на топе. Как-то здорово решили линии поставить. Силар на Ликантропе в центр. Там же может оказаться Бэтрайдер уже запуленный. Вообще, да, Бэтрайдер, конечно, вообще хорошо здесь смотрится. Накую линию его не поставь. Ну, разве что, наверное, против Пака. У него меньше шансов выиграть линию против Пака. А вот против СВена и против Ликантропа стоять приятно. Против таких милишников. Забрасываешь таки на Палмы. Если соперник действует слишком неаккуратно. То ты, соответственно, просто включаешь Firefly и начинаешь его сжигать. Есть возможность даже соло убивать. Опытные Бэтрайдеры так иногда закрывали этих вот жадных милишных коров. Так, ну и три баунтируны забирают именно Ехом. На старте. Чей Юайн на Драгонате думает, куда же ему стать с этим топориком. Перемещается пока в район верхней линии. Ну вот. Устраивает ли такая постановка линии от команды Ехом? Просто интересно. Герокоптер на легкой. К нему суппорт перетянется против Свена и Лича. Эта линия комфортная для Астер. Ну вот тут как раз таки против Ликантропа будет стоять Бэтрайдер. Это комфортная линия для X-Excess должна быть. Причем X-Excess у нас числится оффлейнером. Но мы не забываем, что просто прошлый сезон вообще на миде стоял. Поэтому и герой ему свойственный, да, Бэтрайдер. Так еще и линия тоже привычная вполне себе. Поэтому X-Excess должно быть тоже все хорошо. Ставится пауза. Проблема со звуком опять. Так, ну и верхняя линия у нас Dragon Knight плюс Shadow Shaman. Сапогом против Тускара и Пака. Я думаю линия будет равная. Опять же убивать очень-очень и очень трудно такого героя как ДК. Да, он конечно не в соло на линии стоит. Обычно с центра он довольно быстро вносит себе левел третий. Вторую пассивку качает. После второй пассивки убить его практически невозможно. Здесь третий уровень появится чуть медленнее. Чуть позже. Но все равно Пак Тускар. Ну и если только Dragon Knight сильно. То есть это ошибка конечно. Можно заехать на сноуболе под тег тим постараться собрать. Проще убить какого-то Shadow Shaman. Но что касается самих ребят из Astor. Здесь на этой линии убить Пака будет практически невозможно. Даже если поймать Shackles. У ДК особого спама такого нет. Хорошего берста тоже. Только Brassfire. Бьет с руки он довольно медленно. Поэтому в относительной безопасности здесь будет находиться nothing to say. Титан пошел показывать свою силушку богатырскую. Начинает драться. Получает сразу Frost Blast. Неприятно. Разворачивается. Тут Свен если что готов подстраховать Лича. Поэтому Лич собственно далеко от Свена это и не убегает. Ну мало ли что. Так-то в сражении один на один конечно Титан будет покрепче. Посильнее. Но если Свен уже подключится. Там и Титан может отъехать. Так. Ну что. Да. Действительно тут Бутрайдер пока доминирует на этой линии. Но так и должно быть. 12 на 1. Непонятно какое количество крипов из этих. Это Суманы и Ликантропы. Это волчата. Но все равно. Стоять против Бутрайдера здесь конечно невероятно трудно. Первая кровь пролита. И все-таки снизу. Лич плюс Свен накрывают Герокоптера. Бобока там был занят тем что делал пул. Зато помочь своему тиммейту не смог. Это неприятно. Свен который якобы является здесь оффлейнером номинально. На сложной линии стоит. Но делает убийство. Причем это первая кровь. Тут и Свен может быть при хороших артефактах. Чи Юань. Брейсер. Брейсер пока. Первая пассивка. Из того что первая пассивка пытаются нафиг тусейксеньки напасть на Чи Юане. Стараются забрать. Хватит ли у них репрокастов. Давайте посмотрим. Саленс или Зурер. Да хватает. Ну вот подловили момент. Это в общем и нюанс Драгонайта. Который является героем не с центра. В центре опять таки. Икспы бы уже давно хватало на получение третьего уровня. Давно бы уже была вторая пассивка. Повышенный хапориген. Очень много брони. И все было бы в целом неплохо. Но вот из-за того что уровень низковат. Все таки есть возможность у команды Ихом на него нападать. В итоге Ихом делают еще одно убийство. Пока молодцы. Молодцы Ихом. Здорово стартуют. Убили получается вражеского керри. Убили вражеского оффлейнера. То есть проходились по коргерам. Даже не суппорты умирали. Единственное то что вот в центре у Силара. Есть трудности с получением денег. 16 на 2. Пользуется лесом. Хочет выформить себе все таки быстрый доминатор. В то время как бы трайдер спокойно. Ну может здесь попробовать нафармить быстрые травола. Быстрый блингдаггер. В общем все что душе угодно. Ну травола барабана например выглядит вообще хорошо. 27 на 5. Илькан 18 на 2. Пытается донать. Сколько это у него будет получаться. Вторые стики. Напалма. Файрфлай также. Плюс ко всему. Максит ХХС. Ну на случай вдруг если все таки Силар допустит ошибку. То можно будет на него ворваться. Может он будет его сжечь. Пока нет ультимейта. Ну вот пока пятый уровень улькантроп. Он конечно побаивается. Появится шестой уже. Проблем будет чуть поменьше. С другой стороны если зазеваешься. Все равно получишь лассо. И сгоришь до активации своего ультимейта. Или во время активации своего ультимейта. Это тоже есть нюанс. Ну вот старается не держать на себе больше трех стаков Силар на линии. Свена погиб. Свена убили снизу. Убьют Ливая. Замедлением ИСИМ. Пострелял в спину немного. Но важно что забрали именно Свена. Плюс на пятой минуте поможет может и Труны побольше забрать. Но видим что их хом контролит хорошо. И в итоге по две баунтеры. Фейт раскоставался. Ни мана, ни здоровья не осталось. Пошел на базу регенится. Может быть через какой-то ганг попробовать. Попробовать может быть выйти в центр. Или на нижнюю линию. В центр на самом деле загангать Ликантропа было бы совсем неплохо. Тебе достаточно просто дать какую-то сетку. Пока ты будешь держать в сетке соперника. Стики Напалма на стаке от X-XS. Ну там буквально лишних 2-3 стака. Файрфлай и сожгли. Так, ну... Шадо Шаман решил сместиться все-таки на нижнюю линию. Ну и хорошо. Так, забайтили легкую гирокоптер. Чё далековато развернулся. Он же знал, что Шадо Шаман здесь. Надо забирать. Подтягивается к Синкью. Дэг Тим подрубает. Лич уже погиб. Все равно 2-3 остаются. Фейд Бьян там Фрошилдом. Фрошилд помогает ему выжить. Фейд... Хекс давать не стал. На первого уровня особо, конечно, контролем это не назовешь. 2-800. Достойно, достойно Эксесс отстоял центр. При этом, я бы сказал, что даже не менее достойно Ликантропы в центре постоял. Не подставился. Крипов аккуратно бил. И бил даже, ну, примерно в таком же количестве, что и Батрайдер. ДК погибает на топе. В очередной раз смогли его забрать. Гирокоптер погибает снизу. Много смертей допускают ребята из Астар. Как-то вот видят на линиях. Что, конечно, прям не совсем круто. Но при этом... При этом Батрайдер топ-1. Посмотрим, как реализует себя Батрайдер с мидом. Седьмой уровень есть. Лассо, правда, не вкачивал. Пытается просто вот так вот сжечь соперника. Лассо бы сейчас сильно пригодилось. Приходит Nothing to Say. Сайленс. Венник в рифта. Тег-тим здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, отсутствие Лассо приводит к тому, что Батрайдер погибает. Дальше сноуполом еще и за Драгонайтом. Синистер Гейс. Там, конечно, погиб снизу Свен. Остался один без помощи саппортов. Накрывает в центре еще и... Пака это сделал. Фейт. Эзершоками убил. Но, опять-таки, момент... Такой не самый крутой. Почему? Потому что... Нападали это сами ребята. Астар. Эликантрома в итоге не убили. Потеряли Батрайдера. Ранних тревелов. Прям супер ранних не будет. Они все еще будут достаточно быстрыми, но... Не с рекордами. Но Силар спокойно. Доминатор есть. Сейчас можно находить какого-то хорошего крипа. Посмотрел лес. Один спаун. Второй спаун. Эти крипы ему не понравились. Будем искать еще. Пойдет Броч. Первые шмотки. Первого тира. Находит X-XS. Редбот 3 находит опять X-XS. На Батрайдере там все сжег. Артефак все нашел. Все себе забрал, кстати. Ему скорость передвижения от Фейтед Броч хорошая штука. Плюс монопул. То, что нужно. Хотя претендентов на этот артефакт тоже довольно много. Так, ну вот все-таки нашел тролля-некроманта. Тролль-некромант это герой, который отлично ловит соперника. Если будет Ликантроп нападать. В центре. Венни Кривна. Чай Юаня. Фрост Бласт полетел. ДК пушить не дают. На исходной позиции находится Таск. Нападет ли на ДК? Там стоит Фейт, но Фейт пятого уровня. Однако провоцировать драку не стали, потому что снизу Фейт Биан вместе с Иларом спокойно забирали тавр. Не было нужды разъединять свою атаку, свои возможности, свои ресурсы на два фронта. На одном удерживали просто соперника, не воевали. На втором спушили. Момент в плюс для их ом. Собирается вместе с Фен. Выактивировал Варкрай. Нашел Фейта. Все еще без шестого. Ждет книгу, скорее всего. Синистр Гейс. Дальше дебо-блоки. Бобок тоже неудачно варвался. С Дримкоилом подловили еще двух коров. Ликантроп активирует форму. Кулдаун залетел. По Вайо-Вайо должны будут разменять. Ой-ой-ой, а что ж Пак не добивает Титана? В итоге Драгонайт перехватывает Пака. Всего лишь один в один. За Бутрайдером гнались до конца. Бутрайдер здесь не добивает Ликан. Опять-таки, их он пытались убивать всех и сразу. Фокуса по конкретным целям не было. И в итоге убили лишь только одного. И сейчас может быть, да, сейчас сам погиб. Да. Минус Ликантроп. И подставляется Фейтбьян, возможно, тоже. Тут нечему выцеплять. Флеймбрэк. Хороший Флеймбрэк. Он отбрасывается. Фейтбьян сам с Таном. Файрфлайм есть, Ласу тратить его не хочет. И Пэйтбьян здесь сгорит. Да. Ну, не очень уверен, отыграли в этом моменте. Я могу сказать, что ребята из... Из Ехоум. Пытались убивать всех и сразу. Суппортов. В это время останавливали Тримкоилом других персонажей. В итоге урона не хватило. Еще и подставляется к Синь-Кью на топе. Но Астер делает очень важное для себя убийство. Убийство, где Герокоптер и Драгонайт принимают непосредственное участие. Получают деньги за ассисты. Так, десятая минута. Баунти. XXS это взял... Астер 3 забрали. Астер еще 3 баунти законтролили. Прекрасно. По одному аванпосту. Все четко. Верхнюю башню силы темные атакуют. 11-ая минута так. Смещение от Фейт Бьяна и Силара на топ. Чей Юань здесь аккуратно через форму уже вышку разрушил. Вместе с катапультом. Эликантроп активирует форму. Свен пошел. Стан залетает. ДКДК уворачивается подальше от Бэтрайдера. Серпентварды хорошие. Но из них почему-то выталкивают флеймбреком соперника Бэтрайдер. Получилось не очень круто. Но все равно Свена забрали. Был лассо, чтобы остановить. Эликантроп выбежал и сваливает. По-доброму, по-здоровому. Да, но так, конечно, комбинировать нельзя. Поставили серпентварды. А флеймбреком противника вытолкнули серпентвардов. Это не дело. Это не дело. Но сильно это на драку не повлияло. Все равно Рейдинд оказались сильнее. Так. XXS. Травалами уже. Собственно, сделал себе самое дерево. Статов поднял. Но теперь хочет Плинк. Травалами, конечно, довольно мобильный. Но вот добежать до нужного соперника, это необходимо. Сноуболт, тем временем. Бэтрайдер перехватывать будет. Здесь пак. Не отпустит, конечно, XXS. С Расказ-то забрали. Бэтрайдер хоть и быстрый, но удалось его перехватить. Неплохо сыграно. С топом над форсом парня прижарили. Еще и достаточно много голды за него дали. Вайо-366. ДК под шумок. Там запушил. Тут пытается тоже запушить. Есть у него Агаракс. Кин Оптик находит СТ. Классная шмотка первого тира. А ДК, ДК, ДК БКБ будет делать первым айтем. Лекан. Кстати, нашел лопату. Давай копать. Силар, копать. Силар, время не теряем. Копаем. Опять ставится пауза. Что-то какие-то вот сегодня в Китае неполадки с серверами или еще с чем-то. Сложно сказать. Влагов довольно много. Интересные сражения разворачиваются в матче Royal Never Give Up и Ньюби. Напомню, что там выход за то, чтобы попасть на квалификации на минор. Не бог видит что, конечно, не за мажор дерутся. Однако битва там вообще действительно не на жизнь, а на смерть. Такие сражения, такие баталии. В общем, очень интересный тоже матч. Жалко, все опять-таки идет одновременно. Все, посмотреть не получится. Так, нашел пауза отжимается. 9-8 пока польза коллектива Астр. Все еще по фрагам, по экономике тысячу тоже ведут. Но пока своего веского слова, на мой взгляд, не сказал Лекантроп. Силар пока фармит. 0-1-3 у него с центра. Отстоял центр неплохо. Дальше по дракам получалось не так хорошо, как хотелось бы. В этот броч так же находят ребята из E-Home. Ждем выпадов от Бэтрайтера. Геркоптер решил не собирать себе БКБ, а решил купить себе Аганим первым слотом. Не возбраняется и такое. Хотя БКБ здесь тоже, конечно, необходимо. Пак своими кастами будет постоянно мучить. Так, а причем как одевается Пак? Пак купился все-таки Блинк. А талант на десятом никакой не взял. Серьезно. Обычно таланты на десятом для Пака, они приоритетные. Ты выбираешь, либо ты идешь через магический билд, либо через физический. Здесь Пак не выбрал ни первого, ни второго. Пришел пока нюки вкачать. Ну хорошо, это интересно. Дальше планирует сделать Аганим, судя по быстрому закопу. Да, это то, что нужно. Это то, что хорошо будет сочетаться со Свеном и с Ликантропом. Ты ограничиваешь в передвижениях соперника. И, соответственно, Свен нападает, раздутый под ГДС, Ликантроп там с Хаулем. И начинает всех есть. Да, друзья, феноменально. Команда Реалити Рифт, кто бы мог подумать, выигрывает квалификацию на мейджор. Наряду с таким коллективом, как Фнатик. Но к ним еще одна команда присоединится. Матч там будет сейчас ТНТ. Против Сигнал Ультра. Я думаю, что понятен, кто там фаворит. Ну, в общем, никто не ожидал Треалити Рифт, но команда подбирается на мейджор. Это крутой результат. Для такого состава, который фактически такой малозвездный, с новичками Доты. И уже отходят многие знаменитые имена. Индонезийцев обошли. На своем пути филиппинцев обошли. Крутой. 3000 пока за Астар у нас тем временем. Экономика чуть лучше растет у коллектива Астар. За счет фрагов, за счет того, что они лучше телес чистят. Блинком обзаведется сейчас как раз-таки Бэтрайдер. Так, шмотка падает. Фейт ее подбирает. Это шоу. Хорошо. В центре. Синистер Гейс ловит Титана. Титан довольно быстрый. Кулдаун залетает. Есть Стан под пак. Кубак не уворачивается от Стана и получает весь кулдаун в себя. Надо уходить дальше. Титана все-таки убили. Есть разлом. Чейн Фрост летает по ДК. И Геррокоптер как же много урона. Геррокоптер погиб. И Драгонайта тоже смело. Вот он Силар. Воу. 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 Какая ошибка от команды Астар. Лич. Просто браво. Шикарный рассказ. Просто великолепный. С Чейн Фростом. Максимальное количество урона нанес. И Ликантроп просто всех догрыз в этой драке. Да. Моментально конечно драка заканчивается. Вообще-то так. Забайтил можно сказать на себя пак. Казалось бы сейчас погибнет. Его там запкусили. Нет. Да. Лич. 1900 урона. И Ликантроп 2500. Вот. Туда пару буквально драку сделали. Забайтил всех еще и пак. При этом пока мы не видим там такого какого-то крутого импакта от Свена. Но он как и запасный план. Если у Ликантропа перестанет получаться выигрывать драки и сражения. Пожалуйста. Всегда есть Свен. Есть. Был. Его здесь ловят. Через лосо и убивают. Перехватывается. Аванпост. Приходит Фейд. Сдал. Потягивается Бэтрайдер. Флембрэк. И пак. Shift. Или Зориорп. Лететь. Блинк через секунду. Эзершок еще один от Фейда. У него есть уже Линза и Кеноптик. Но это вообще, конечно, никуда не годится. Как можно вообще уйти куда-либо от Шадо Шамана, у которого есть Линза, которая дает тебе 250 дальность использования способностей. Кеноптик, который накидывает еще 75 сверху. И потом на 15 уровне еще 125 сверху с талантом. То есть лишних получается 200 плюс 200, 250, 450 лишнего рейнджа. От базовых. 450. То есть там за километр сетка, за километр Хекс, конечно. Установка Серпент Вардов тоже издалека. Так, ну и забирать вышку по центру, пока Астер и Ехом будут для обороняться. Пока не планирует вроде. Пак 2000 голды. Еще столько же, чуть побольше даже пофармить до Аганима. Ликан Некрономикона себе собирает. Пока только первые. Прощение, вторые. Третий скоро будут. Свен, Обливион Став. Это сабля, так понимаю, да, какая-то летит? Еще пока не летит. О, нашел сабля. Да, сабля, баклер, барабаны. Ну, он дорабатывает Фейдбян как тройка, Свен. Не как Керри, да, поэтому там быстрых БКБшек от него не ждем с Аганимами. Но потихоньку подберется. Так, еще им Клоу находит Си. И Шаль находит Сила Ардлейхом. Лич удалил, лопату копать. Третий Некрономиконный приобрел себе Ликантроп. Ну что, будут ли искать файта? Готовы ли подраться? Драгонайт форму активировал, она у него совсем скоро закончится. Это, в принципе, хорошее временное окно для коллектива E-Home, чтобы навязать какую-то драку. Правда, при этом под вышку, конечно, лезть не хочется, слово совсем. Но вот начинается, да, сноубол на ДК. Валерас панч, быстро пытается выключить, нажимает он БКБ. Будет драться, пошел разлом, разлом. Неплохой в целом. Но Ту-Тайр все равно преследует соперника. Дримкоил поставили по троим, Свен врывается дальше. Пакс, раскастан, Лизори Орд, добить надо, добивать. ДК, добить ДК, удары с руки от Пака не мощные, не добивают ДК. Да ладно, добили Бэтрайдера. ДК пока живет, собрали Элдер Титана. Остается Герокоптер живых, Шадо Шамана преследует Пак. Дал Саленс, добить. На этот раз урона с руки хватает, чтобы убить Шадо Шамана. Все-таки не ДК, там брони поменьше. СС остается один, получается, но болт. Ну и безоговорочно выигранная драка команды Тайр. Ликантроп, тычки в спину летят. Добило, неприятно. Да, было бы прям совсем все круто, если бы они еще не потеряли Ликантропа. ДК пронеслись, так вот по таверам выиграли файт, но Ликантроп погиб. Все равно, конечно, заработали больше Эхом, драка явно импульс. ДК поздновато нажал БКБ, но там какая-то ситуация произошла. Интересно, ДП. Так, Силы Тьмы и Силы Света владели по одному аванпосту и получили экспон. Так вот, какая была там ситуация? У Драгонайта, во-первых, форма заканчивалась, об этом Дайры знали. Они напали, снесли ему больше половины здоровья, он нажал в итоге БКБ. Это БКБ в итоге работало на обычную форму ДК, и он драться особо не мог. У него кроме БКБ нет ничего. Поэтому фактически Драгонайта в битве-то и не было они. Фактически дрались без одного кора. В этом момент для атаки от Ехом был классный, реально классный. Но преимущества по экономике как такового нет. Однако, конечно, вот эти выигрышные файты дают возможность кор-героям покупать быстрее слоты, столь им необходимые. Боу, тот же самый лук появляется у Пака, вообще классная тема. Аганим Пак уже себе приобрел. Дримкойлы теперь будут мощнее. Теперь из-под этих Дримкойлов выходить вообще не хочется, связь разрывать. Для них будет слишком опасно. ДК приобретает себе Блинк. Так, что у Свена? Свен, 2-100. Ну, конкретно в сравнении с предыдущим файтом у Ликантропа и у Свена новых артефактов не появилось. Но пушьи не хотят. Она не чувствует в себе силу, не понимает, что они в принципе окей. Нижнюю башню сил света атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Тем временем, Ройл Невы Гива выигрывают первую карту против Ньюби. Эх, неудачники Ньюби, конечно. Сейчас в шаге от того, чтобы вылететь. Даже с возможностью поиграть в квалификации на минор. Первые квалификации на мейджор провалили. Вторую проваливают сейчас. Ну, Ройл Невы Гива, напомню, что на мейджор на первую квалификацию провели лучше. Они вышли в плей-офф. Сейчас они играют в десайдер-матч просто с лозеров фактически. А тогда они боролись вплоть до того, чтобы могли на мейджор поехать. Там карты не хватило, по-моему. Проиграли два матча. Из четверки сильных команд по итогам группы они оказались в четвертой. А слота было три. В итоге Ройл Невы Гива никуда не поехали. Но сейчас Ройл Невы Гива хотя бы за квалы на минор могут зацепиться. И именно для этого нужно выиграть еще одну карту. На БКБ хочет Свен нафармить. Ликантроп тоже БКБ планирует. Так, Батрайдер, внезапное лассо на пак. А смогут ли быстро выключить? Пак, Сноупол, спасает на секундочку. И хватит этого времени. Афик Тусей прыгнул. Бенни Крифт, но больше сейва у него просто не было. Дальше нападает Ликантропа. Моментальный перехват двух героев. Два минуса сделали. АББС Байбек и Батрайдер готов преследовать дальше. Саппортов. Да, вот Вай, который тоже уходить не должен. Спрятался в Глимеркейп. Получается там АДК. Глимеркейп заканчивается. И опять перед взором ХСС и Чай Юань оказывается Вай. Тоже погибли. И там еще одного героя перехватывали. Это Шатушамана, кстати. Но если здесь, готов с Фейт Бьяном драться. Фейт Бьян как спастись не знает. Немного не хватает на Блэкинг Бар. И скорее всего не позволит купить. А минус пять в исполнении коллектива Асток. Вот так. Внезапная стремительная атака от ХСС. Вот он реализованный Батрайдер. Прыжок в Пака. И как-то вот завязалась драка, которая изначально прошла не по плану команды Ихоум. Потому что Пак нормально выкастываться не смог. На секунду показалось то, что Таск его спасает. Но Пак спрятался в Шифт. И дальше что? Дальше только Венни Крипт был доступен. Все остальное было на кулдауне. И выжить он не смог. Да, вот тем и опасен такой билд. Билд больше атакующего характера. И отсутствие Юула. Да, был бы Юул. Там после Сноубола поднял себя в Юул. Потом Шифт. Потом Блинкаут. Пожил. Дремкоил поставил. Драка уже получше. Поинтереснее. Ну и Ликантропа тоже достаточно быстро смели. Да, не дождались бы КБшек Ихоум. Фармили слишком рискованно. В итоге Рэдденты провели отличную блистательную атаку. И в итоге Астар теперь выходит вперед. Силы Тьмы используют сканили. Еще датоку хотят провернуть Астар. Прыгает. Но подставляется первым Вай. Не та цель немножко. Хочется, конечно, Сфена взять. Поэтому Бетрайдера не тратят лассо. Аккуратно через Шекл. Шадо Шамана с огромнейшей дистанцией. И потом вот он пак. Может быть пак Шифт. Или Зорер. Лететь. Поймали только Лича. Ну, в этой ситуации это огромнейший, конечно, плюс для команды Ихом, я бы сказал. Потому что погибнуть могли опять пятеро. Как это было в предыдущей Драге. А здесь ФС Чекнул только Лич. Стало быть, малой кровью отделались Ихом. Двадцать пятая контролит Баунти. Одну только своровал к Синь-Кью. Титан Сливер. Сразу находит Ихом. Это Фейт Бьян. Хорошая шмотка. Флембрэк. Ставит Серпент Вард. Опять! Что же установка Серпент Вардов, где Бетрайдер кидает Флембрэк и всех выталкивает? Что-то как-то взаимопонимание не могут найти сегодня Фейт и ХС. Второй раз уже я наблюдаю такой момент, где фейлят ребята. СС. Майнбрэкер нашел. Их Сексес находит еще Орбов Дистакт. Хорошие шмотки выбрали, очень хорошие. Эмклоу, Майнбрэкер, все это на Герокоптере. Он реально стал сильным. Еще и Драгон Скейл. У него фактически два артефакта, купленных на собственные деньги. Три артефакта, которые он с лес подобрал. В общем, артефакты хорошие. Майнбрэкер дает по тебе скорость атаки. Самое главное, конечно же, это Саль, 24 секунды. Впоследствии там будут еще шмотки посильнее. Там очень крутой айтем есть. Который дает Хекс после первого удара. И на Герокоптере с Аганим это работает классно. Потому что кто вот просто входит в радиус поражения дополнительной пульки, тот сразу попадает в Хекс. Инстахекс получается. В центре. Выход. ДК. Пытаются взять очень быстро. Подхаулем. Растоптали. Поставили Дримкоил. Так. И ДК погибает без байбэка. Но вот пока у нас драки проходят по сценарию, что кто погиб, кто подставился первым, тот проигрывает в сражении фактически. Потому что Дайр не решили стены Рошана. Бетрайдер берет талант на 20 правый. Это КДР 15%. Интересно. С ДК байбэк не выбили Ихом, но испугались. Хотя в их ситуации сейчас с их пиком Рошан должен достаточно быстро упасть. Просто побоялись. Ихом находит. Спайдер Лекс. Станц Ливер. ВСС. Поставил себе его. Да, Драгон Скейл теперь уже явно хуже артефакт по сравнению с Станц Ливером. Бабочку будет делать дальше гирокоптер. Майнбрейкер пока тоже переместил в рюкзак. Ну да, надо выбирать, какую шмотку именно ты будешь таскать. Может перекладывать будет, пока кулдаун идет. Это было бы забавно. Ну типа крит выпал, пока идет кулдаун, перебросил быстренько Майнбрейкер. Майнбрейкер дал Саленс, перебросил опять на крит. Папочка готова гирокоптер-гирокоптер сильно раскачался. Мы говорили о том, что Ликантроп до поры до времени довольно сильный. Может кусать соперника. Может всех съедать. Но в какой-то момент времени он пик силы свой теряет. Другое его преображение может случиться тогда, когда... Когда он купит Аганим, да, и будет кусать кого-то из своих тиммейтов, того же, например, Сведа. Они будут на пару бегать в форме Ликантропа. В форме Шейпшифта. Так. XXX на исходной позиции. Лизориор. Был отброшен. Командарь тоже должна понимать, что Рейденты бегают в пятером. И еще цели. Дабл дэмэдж спавнится. Должны были увидеть дабл дэмэдж. Игнорируют пока Ликантроп. Ликантроп взял. Так. И теперь более удобная позиция Ихом для драки. Они находятся на хайграунде соперника. Радиант. Лич первый встречает. Свен пошел. БКБ тут же. Свен очень влетел. Неудачно сейчас пытается его спасти. Он получил полный проказ. Свена просто вырубили. Минус Лич. Как же неудачно прыгает команда Ихом сейчас в драку. Подставляется и погибает Тускар. Ликантроп под дабл дэмэджем. Под БКБ успел съесть одного Шадошамана. И бежать надо. Но Эксэс уже готов догонять. Лассо нет. Но есть флеймбрэк. Стики напалма. Заканчивается время действия шейпшифта. И Ихом кажется проигрывает драку без шанса. Да. Ну Свен неудачно прыгнул. Вообще неудачно. Ну как так-то, а? Не нажал БКБ Фейтбьян. Один из самых стабильных. Вообще надежных игроков третьей позиции. Китая. И так сейчас накосячил. У них была позиция лучше. Они инициировали сами. Они первые прыгали, но Свен не нажал БКБ. И получил во время прыжка просто стан. И все. И за стан погиб. Естественно после такого, когда у вас нет полноценного кора. Полноценного урона от этого кора. Выдраться просто не способно. Радиенты выигрывают очередную драку. Забирают Рошана. Драганайта. Байнбрэкер. Аегист достанется гирокоптеру. Бабочка уже готова. Сделает сатаник. Да. Ситуация неловкая. Бак перестал тоже раскачиваться. Ему нужен и уровень, чтобы больше ГПМ было. Деньги, естественно, тоже нужны. На топе. Шеклз. Нексин Кью. Так, раскручивается стан. Поймали издалека. А что, будет ли продолжение? Как-то его не трогают пока. Бакета летит. А, такой блинкаут просто. Лолг. Это странно получилось. Был вроде Хекс. В центре там, те времена. Интересно, атака на Драганайта. Он стоит под агонимым дримкоилом. НТП пытается сделать. Не получается. Ошибается ДК. Как же он здесь один остался. Добили-таки Таска, конечно. Разделились ребята из Астр. У них Аегис, а они по одному бегают. Конечно, когда они единым кулаком выступают, они сильны. Но ДК один ведь тоже достаточно уязвимая цель. Усилил Шеклз как раз в Пейд. Планирует сделать себя агоним. Дальность к способностям он тоже взял. Багаба бы, конечно, где-то вытерпеть. Потому что когда у тебя настолько долгий Шеклз, длительностью 7,5 секунд, тебе хочется просто задушить какого-нибудь драки Ликантропа, или Свена, или Пака. И всю драку бы продержать его в сетке. Это возможно, если что-то Шаман покупает БКБ. Такое неоднократно нам демонстрировал Диджей. Команда Фнатик. Даже на самом мейджоре. Выигрывал в соло таким образом карты. Был жадной четверкой. Полезной жадной четверкой. Рейдинты собираются вместе. Ну как вместе? Драгонайт 3 секунды без него. Стоит ли нападать? Может быть, стоит дождаться ДК? Абатрайтер не упустит возможности поймать Ликантропа! Ай-яй-яй, Силар. Вот Серпент Варды вывезли. Стираюсь. Ну тут вообще любого героя, кто подставляется, неважно, это герой команды Эйхоум или Астер, если он бегает в одиночестве, все. Моментальная смерть. Просто моментальная. Неважно, сколько у тебя слотов, какие это слоты. Не выживаешь. Пакус Беллинку, Пакс Реагировал улетел. Есть уже Сатаник. Так, ну и вот отсутствие Ликантропа 63 секунды команде Астер должно подсказать, что есть возможность даже на хайграунд зайти. Они ведь не знают точно, есть ли байбеку Ликану. Это мы знаем, что байбека нет. Не хватает 160 голды. И нет баунти, которых можно было бы забрать. Да ладно, какая неловкость. 70 голды не хватает. Башню снес СССР, заработал... А, нет, прошу прощения. Я думал, Дайр что-то запушили там. Поэтому денег стало больше. Ликантроп, появился денег на байбек. Синьки нападают. Пошел Свен под БКБ. Рубин ДК. Пока не больно. Синистер есть. Геркоптер сам под Сатаником. С колдауном, с флэком. Расстреливает соперника. Очень больно. Ликантроп не байбекается. У него команда погибает. Спорт без байбеков. Свен уже все потратил. Его тоже будут забирать. Ликантроп чилит. Ликантроп чилит на базе. Говорит, ребята, все нормально. Сейчас Свен байбекнется еще подерется разок. И вот я скоро воскресну. Вот скоро совсем. Совсем чуть-чуть остается. Вот еще немножко погиб. И вот он Ликантроп. Говорит, ребята, я вернулся. Так, давайте драться. А что вы все умерли? А что у нас двое-то вообще? Где все? Не могли потерпеть, что ли? Не могли, Силат? Не могли. Без тебя никак. Твой байбек был нужен. Ну, теперь как? Теперь база погибнет. Да, астер просто все снесет. Ну, теперь четыре снесли. Трон на трон не остаются пока. Да, не знаю. Есть время. Есть время. 75 секунд без Свена. ИС просто стоит, да. Он не боится унести Аегис. БКБ открутилось. Прыгает Валрос Панч. Киркомтр БКБ нажал. Прыгает и Драгонайт. Готов без формы, но готов драться и так. Пак. Пячется в шифт. Подставляется Силар. Умирает. Байбека нет. Старается забрать Пака. Гудгейл Плэйт. 1-0. Пользую коллектива Астер. Ну, наверное, надо было чуть больше душить со стороны команды Ехом. Вот таким пиком с этим Ликантропом. С этим оффлейн, с Веном, с Паком. Все-таки пику команды Астер вот с артефактами, с БКБшками он слишком жесткий. Сложно было бы победить. Надо было ведь на ошибках. Астер ошибались. Астер теряли героев на ровном месте где-то. Да, там убивали Драгон Найт, например, быстро. Вот такие моменты надо было пользоваться. Надо было пушить. Но команда Ехом ограничилась только тем, что выигрывали какие-то там небольшие сражения. И все. И продолжали фармить. Это, конечно, их подвело. Ну, и вот Силар там. Последний момент тоже. Отсутствующий байбэк. Когда он появился, байбэкаться не стал. Решил подождать. Команда вся погибла несколько раз. Ну, вообще не получилось у Ехом. Сто получилось у Астер. 1-0 пока в этой серии, друзья. Ну, и Астер. Достаточно выиграть еще одну карту. И они отправятся на мейджор. А Ехом будут играть квалификации на минор. Ехом сами себе ставят палки в колеса. Прервемся на коротенькую паузу. И вернемся уже с драфтами карты под номером 2.